Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядел цифровой цирк в реальной жизни? Я надеюсь, что нет, потому что эта мысль может вас привести к таким темным местам Ютуба, о которых вы даже и не подозревали. И да, леди джентльмены, мы сегодня вернемся к фанатам цифрового цирка и к их творчеству, а конкретнее, к реальной жизни! И к тому, как мог бы выглядеть цифровой цирк в этой самой реальной жизни. И на самом деле шарцов и различных роликов по этой теме очень-очень много, и я решил просто на рандом открывать все эти видео и посмотреть, как бы вот выглядело помни в реальной жизни, вот так вот! Ну, в принципе, вполне себе вероятнее, что да, но здесь вроде как чувак именно хочет сделать косплей, правда... Он бородатый, не совсем одетый... Это худшее начало ролика за последние недели, ну вот за что! Понимаете, обычно я дохожу вот до такого в самом конце, а я просто вбил Digital Cirque Real Life и сразу получил это! Но я не буду сдаваться и посмотрю другие шарцы, это уже более-менее адекватный косплей, как минимум она не бородатая, и у нее пузо не голое, это меня уже радует очень сильно, понимаете, насколько у меня теперь низкая планка? И она, видимо, бродит по лабиринтам, и это весь шарт. Уууу, контент! 27 тысяч лайков, мать его! Давайте мы под этим роликом хотя бы 5 тысяч соберем. Нет, ну а чем я хуже? На самом деле есть самые худшие косплеи на всех персонажей. Как же это плохо выглядит. По-моему, я стабильно каждый ролик натыкаюсь на этот сраный канал. Сколько они, блин, шарцов выпускают, и почему у них по 300 тысяч лайков? Это же выглядит просто отвратительно. Вы посмотрите на лицо Рогаты, посмотрите на лицо Каина. Это же просто кошмар. Но глядя на вот эти вот просмотры, я и сам задумываюсь. А тем ли я вообще в жизни занимаюсь? Кстати говоря, вот так выглядит этот самый шорт, который собрал 6 миллионов просмотров. Они танцуют в подгузниках. Здесь еще Кауфма добавился. А вот уже другой канал. И здесь, помни, выглядит капельку получше, хотя я не уверен. Но Каин здесь выглядит в тысячу, просто в тысячу раз хуже. Каин, когда ты себе успел отрастить такой пузяндер, а? У них еще на фоне как раз-таки цифровой цирк, и они тоже просто флексят 2 секунды. И, к счастью, это не такой популярный ролик. Также на канале Хоррор Стункс выходил цифровой цирк в реальной жизни. И, как вы можете заметить, персонажи в нем выглядят просто ужасно. Они мне будут сниться в кошмарах. Как и другие версии, помни, которые я успел найти в интернете. Ну, боже мой, ну что это за ужас? И вот вы знаете, что будет происходить в ролике вот как раз-таки с этой превью? Я открыл этот ролик, и здесь с первого же кадра я вижу зеленые сопли и какое-то прыщавое лицо. Название у этого ролика помни, любит Джекса, каколоун, сердечко, ууу. И... Боже, ты... Мне реально прям... Идет отторжение подобного контента. Я не знал, что он существует. Ну и куда вы заляпываете, Берочки? Я понимаю, что это какой-то лизун, но что за чертовщина. Блин. Блин, я решил пролистать этот ролик буквально немножко, и... Зря я это сделал. Не, ну, кстати, косплей, на удивление, у него неплохой получился, вы посмотрите на это. Это даже не так уж и плохо. А вот насчет косплея Джакса я не уверен, он просто, блин, толстовку с ушками надел, и якобы он Джакс. Ну такое. А вот как нейросети представляют себе цифровой цирк. Серьезно, блин? Боже мой. А при чем там какая-то женщина? Я вообще что-то не выкупаю. Ам, ну, рога-то вообще на себя не похожа. Это тем более на себя не похоже, прям вообще. Так, ну и королер. Ну хотя королер вполне себе мог бы так выглядеть, наверное, хотя я не уверен. Ну и это вот абсолютно дешевая поделка. Могли бы немножко нейросети подстроить и сделать что-то более креативное. Пока что дизлайк. Ну и раз уж мы попали обратно к шарцам, давайте-ка посмотрим шарцы с различных каналов, посвященные цифровому цирку. Пока что это что-то безумное. Фу. Эээ. Я вот не понимаю, а все шарцы мерзкие? По крайней мере, на этом канале как будто бы... Да, боже мой. Как же она всрато выглядит. Это вот тоже. Помни, якобы в реальной жизни, как бы она, наверное, выглядела или в аниме-стилистике. Я не знаю, как назвать эту стилистику. Диснеевская тоже язык не поворачивается ее назвать. Выглядит она, мягко говоря, так себе. А вот эта анимация выглядит уже интересно. Слушайте, вот это качественно. Здесь графон даже круче, чем в оригинале. А вот сюжет не очень здесь. В принципе, как я понял, у шарцов практически всегда проблемы с сюжетами. И вот о чем был этот шарц? Вот вам смешно? Весело? Интересно? Мне нет. Ну вот одному миллиону человек было весело, наверное. Дальше у нас идет ролик про различные образы. Помни, я его с первых же секунд хочу закрыть. Это не то, что нужно, блин, выкладывать в шарцы. Окей, следующий шарц называется хороший или плохой? А, здесь показываются персонажи, когда они хорошие, когда они плохие. Ну, кстати говоря, дизайн здесь интересный. Рога-то мне даже понравилась. Так, окей, вот это было прикольно. Смысла у этой анимации, конечно, никакого нет. Но зато мы смогли посмотреть на персонажей с другой точки зрения. За это лайкосик. Ну и давайте все-таки покинем территорию шарцов и отправимся в плавание к обычным роликам. И, блин, а вот это очень сильно похоже на официальные ролики. Хотя вот сейчас уже не похоже, если честно. Концовку как-то слили, но начало было прям очень качественное. В принципе, если подзапариться, можно найти качественный и интересный контент по цифровому цирку. К примеру, вот эта анимация выглядит вполне себе приемлемо. Мне нравится пока что. Если здесь не будет какой-то сливной сюжет, то это лайк. И здесь якобы Каин придумал... Или Кейн? Кейн! Кейн придумал новую мини-игру для них! Нужно сбежать как раз-таки от глич-монстров. Или я не знаю, как корректно их назвать. Абстрактед монстр! Вроде так они в интернете называются на английском. Ну и вот это вполне себе качественная анимация. Выглядит интересно. Сюжет тоже неплохой. Правда, здесь не хватает шуточек и озвучки. Там просто музыка на фоне, даже звуков никаких нет. Стоило бы немного заняться аудиодизайном этим чувакам. О! А я подобный шорт, кажется, видел. Ну Джексу, как обычно, плевать. Ладно, шуточки здесь тоже есть. Забавно. Два с половиной балла. Кто в итоге выжил? Кстати говоря, что это за чел? Я его все чаще и чаще вижу. Откуда он вообще взялся? Он был на одной из дверей? О! Кауф мы живой! И не в виде монстра. Забавненько. Ну, в общем-то, все спаслись. Здесь даже был хэппи-энд. Правда, он всех монстров отправил обратно. Ну, всех персонажей, которые превратились в монстров. Получается, вроде хэппи-энд, но не до конца. Но так или иначе, это победа. И оу, на этом канале есть даже новогодняя анимация по цифровому цирку. Оу. Это реально мило. Правда, в этой анимации как будто вообще звука нет. И вот что с качеством стало? Качество 2 секунды назад и качество сейчас. Просто 240 пикселей! Я не знаю почему, но предположим. А, здесь все-таки есть какой-то аудиоряд. Ну, что-то это выглядит не так качественно. И сюжет уже не такой интересный, если честно. Блин, я ожидал чего-то более милого здесь. И что нам показали? Просто размытую ногу Каина? Вот что это такое? Это типа он вспоминает, каким он был человеком. Как он играл на гитаре, обмотавшись гирляндами. Чё-то я этого не понял. Видимо, да, он вспоминает свою прошлую жизнь. И монстры на него почему-то не нападают из-за этого. Предположим. И королер решил его спасти, но самую малость отрубился. Дальше на этом канале есть ролик под названием «Не игрушка для девочек!» 7 миллионов просмотров за месяц. И эта анимация должна быть прям очень хороша. Всё-таки она собрала 7 миллионов просмотров. И здесь они будут издеваться над Джексом. И... Да ладно! Он якобы игрушка. Почему это собрало 7 миллионов? Это неплохая анимация, но... 7 миллионов, серьёзно, это прям очень много. Ну не знаю, если бы она собрала миллион, то вполне себе да. Но как оно собрало... Боже мой, 7 миллионов, я не знаю. Теперь он будет издеваться над Кауфу? Нет, не будет, он не попадёт в Кауфу, к счастью. А, вот в кого он попал. Ну, а это только половина. Я думал, что анимация уже окончилась. Смотрите, в реальный мир переход. Офигеть. Смотрите-ка, необычный сюжет здесь. А, и теперь они ещё будут играть, наверное, в «Вспомни», да? Это флэшбэк, как он появился в цифровом цирке, и как он там выживал первое время. Блин, у концовка здесь какая-то криповая и депрессивная. Он не выдерживает, у него крыша и поехала. Всё понятно. Это типа история от Джекса в цифровом цирке за один ролик. Ну ладно, это интересно. Ну и заанимировано тоже качественно. И что самое главное, здесь был неплохой сюжет. Но подобных качественных анимаций не так уж и много. В основном анимации выглядят вот так вот. Нет, ну, кстати говоря, сделано с душой. Видно, что человек, который делал эту анимацию, он старался. Как умеет. Многие даже не стараются. Многие прям делают какое-то говно и не стесняются этого. Здесь человек старался, просто он ещё не научился делать качественно. И я думаю, когда-нибудь научится. Это, в принципе, не так уж и плохо. И здесь у нас Джекс тоже превращается в монстра. Ну, банальный немного сюжетец. Хотелось бы примерно такого же качества, что мы видели до этого. То есть какой-то интересный сюжет про жизнь Джекса. Про то, как он медленно сходит с ума. А здесь просто Джекс обратился. Прилетел Каин. И Джекса уже кобзда. И Каин в шоке. Такой, ну твою-то мать. Ну опять. Ну какого здесь хрена происходит? Оба. Ха! Вот это спецэффект. Вот это я понимаю. Причём есть и 3D-анимации, которые тоже не сильно качественные. И здесь у нас, помни, уже будет обращаться, насколько я понимаю. Вот сюжет один и тот же. Но качество анимации просто ужасное. Вот здесь непонятно, они старались или не старались. В 2D видна вот эта вот душа анимации. А в 3D никогда не поймёшь. И, ну, выглядело это тоже немного странновато. И учитывая, что здесь также есть ролик, где Джекс превращается и Кауфма превращается, видимо, это чисто ради просмотров делается. На этом канале, в принципе, много роликов, и они все такого себе качества. Но здесь вроде как более интересный должен быть сюжет. Ролик называется «Настроение помни». Почему так, я не знаю. Хочу выяснить вместе с вами. И да, качество анимации просто ужасное. Ну, хотя бы модельки персонажей не такие страшные. Блин, я знаю, что есть нейросеть, которая умеет анимировать 3D-модели. Я не понимаю, почему аниматоры этим не пользуются. По крайней мере, здесь, по-моему, этой нейросетью даже и не пахнет. У неё вполне себе приемлемое качество анимации. Джекс просто поиздевался над «Помни». А, теперь Каин будет над ней издеваться. Чего, блин? Дроны доставляют ей подарки. Почему они вообще в доме, а не в цирке? И что там? Как же это плохо выглядит. Я в шоке. А, там VR-очки. Такие VR-очки нужны в реальности были, чтобы попасть в цифровой цирк. Это что, реверсивная психология? Она надела VR-очки, и она не превратилась в человека. Она оказалась в какой-то жопе. А, в цифровом цирке. То есть, это, помни, из цифрового цирка, которая оказалась в цифровом цирке. Боже, рогата, как же ты плохо выглядишь. Это чисто рогата после стопарика. О, а вот эту анимацию я уже видел, поэтому мы закругляемся с этим роликом. Меня тоже так шарахнуть, чтобы я отрубился и забыл всю бредязину, которую я сегодня видел. Потому что вот это, ну это ни в какие вообще рамки не лезет. Это просто ужасно выглядит. Я не хочу иметь с подобными роликами никаких, мать его, дел. Аааа, вот это вот буду я после подобных реакций. Окей. А я, может, найду что-то адекватное? Я изо всех сил пытаюсь найти адекватный контент. Так, ну здесь заанимировано это неплохо, но модельки персонажей страшноватые, если честно. Ааа, я понял, о чём этот ролик. Нееет, это ролик про шиперов. Нееет, неееет, а написано, теперь целуйтесь, это важно для просмотров. Нееет, неееет, фэндом, неееет, боже, какая, какая мерзость. Да, вот у меня реально такая эмоция возникает, когда я вижу такие ролики. Окей, нашёл ещё одну анимацию, которая заанимирована неплохо. Выглядит вполне себе качественно и называется. Помни, нашла ещё один способ выбраться. И какой же это способ? Я... Я не хочу узнать. Да нельзя подобное на Ютубе показывать! Я вам тысячу раз уже говорил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся.